как убить свои суставы и свой позвоночник особенно в возрасте 45 плюс и мужчинам и женщинам с вами елена алексюк врач психолог специалист по антивозрастной медицине не забывайте подписываться и ставить лайки и так что же делать чтобы убить напрочь суставы и позвоночник ну первое конечно не делать зарядку не проходить час в день пешком не делать никакие суставные гимнастики и вообще все время сидеть лежать и ездить на машине а не ходить пешочком почаще заказывайте еду на дом а не ходите в дальний магазин почаще опять же не выходите из машины и самое главное ставить ее в паркинге поближе поближе к своему лифту чтобы даже лишние 50 метров внутри паркинга не проходить следующий момент не ходить регулярно на массаж не заниматься самим самомассажем а женщинам не заниматься самомассажем с маслом которое сварено на травах из аюрведы не ходить регулярно к остеопатам или другим специалистам которые связаны с ортопедией безусловно не избавляться от лишнего веса а еще лучше бегать бегать заниматься бегом при лишних там 30 40 килограмм чтобы точно убить свои суставы следующий момент кушать все подряд не надо кушать достаточное количество белка не нужно кушать чистые жиры зачем же это делать можно есть булки картошку макароны рис можно пить соки заедать их сухофруктами но еще лучше 5 чашек кофе в день или черного чая еще лучше из пакетиков они завалены безусловно это что-то холодное из холодильника не разогрета готовить еду на 10 дней вперед держать ее в холодильнике питаться полуфабрикатами питаться в кафе каждый день и не готовить дома и зачем вообще есть зелень зачем есть овощи особенно не крахмалистые и вообще можно пользоваться все поливать дешевым растительным маслом из магазина и жарить на нем и все поливать и ничего он за это не будет и конечно сосиски копчености колбаски консервы вообще здорово ну и кисломолочки побольше и на ночь в общем-то хорошая идея а еще добавить вредные привычки виде алкоголя виде курения виде ночных зажоров а еще лучше вообще забывать покушать один-два раза в день женщинам 45 плюс кушать или кушать без конца каждые 20-30 минут походить и что-то пожевать ну и конечно не готовится к климаксу а это и мужчин касается а кстати мужчин климакс наступает как правило раньше чем у женщин если они здоровы где-то в 45-46 лет все это начинается но к сожалению женщины не то что не готовятся к менопаузе они вообще сейчас плохо следят за своим здоровьем и часто мы видим что мы видим тихие болезни которые долго ничем особо не проявляются но это и гипотиреоз субклинический это и анемия у каждой второй женщины это инсулинорезистентность это метаболический синдром это остеопения даже у женщин которых еще не начался климакс это преждевременная менопауза достаточно часто бывает и всевозможные другие проблемы связанные с здоровьем ну и еще что можно делать игнорировать боли игнорировать скованность в суставах сидеть по пять часов за работой или в интернете и не делать никакие разминки никакие специальные упражнения не вылеживаться на валиках не пройтись куда-то бытовой активностью не заняться и не проходить ежегодные чекапы и не смотреть определенные показатели лабораторных исследований или ультразвуковой диагностики или забыть про стоматолога и гинеколога для женщин и про мамолога не обязательно что действительно это же никак не скажется на вашем здоровье в целом никак не скажется на работе вашей гормональной системы и все хорошо будет с суставами позвоночником нет так не будет к сожалению ну и еще один момент бесконтрольный прием всевозможных добавок потому что соседки помогло подружки помогло коллега рекламировала известный блогер так красиво рассказывал что я тоже решил пойти и купить я считаю я считаю как специалист который действительно давно этим занимается и петологии интерциологии и в том числе добавками и фиторецептурами восточной медицины я считаю что вообще-то добавки должен означать врач и только после того как вы прошли определенные обследования и издали определенные анализы если вы просто так решили что-то попить но я думаю ничего хорошего из этого не выйдет вы должны понимать для чего и почему вы принимаете конкретную добавку если вы не специалист лучше не тратьте на это деньги и пожалейте свою печень и тогда будет здорово ваша формбитная система почему потому что с точки зрения китайской медицины за здоровье мышц отвечает селезенка желчная железа как покушали такую мышечную массу растений или жир такое качество тела у вас будет и второй момент за качество связок отвечает печень и желчный пузырь частично поэтому если вы занимаетесь физической активностью регулярной вы улучшаете работу этих органов соответственно если у вас эти органы больны у вас не будут в порядке ни мышечная ткань не связочно не суставы будьте здоровы и следите за своим здоровьем каждый день